Ну, бывает ситуация у человека, когда он сходит с ума, и еще постучит по хэту. Я решил сделать джазовый клуб. Чувак, пора. Может, записываем, да? Мы разговариваем. А, я понял. Когда я тебя позвал, ты сказал, что странно приглашать меня после Кристины Ковалевой, потому что не тот уровень чего-то. Но при этом, для меня ты очень многогранная личность, и мы сегодня пойдем по всем твоим граням и все обсудим. Я готов, да, просто я не знал, что будет еще и Пономарев, поэтому человек, который записал лучший джазовый альбом в России, ну, то есть вообще я ушел еще ниже. И за ним ты. Начнем с твоего последнего, самого важного, мне кажется, в масштабах именно сети, увлечения, это твои стримы. Один наш общий знакомый, даже друг Саша Соболевский, сказал, что у тебя самые ламповые стримы в сети. А другой наш друг, Евгений Пономарев, перевел слово стример, как производитель ручейка. Так вот, соединим эти две мысли, ты производитель самого лампового ручейка в Ронете. Что ты думаешь на этот счет? Не буду спорить. На самом деле получилось так, что перед тем, как начать свои передачи, там, джаз на виниле, я, в общем-то, много смотрел в интернете, что было связано с этим, кто этим занимается, как бы. И я знал людей, в принципе, которые делают и у нас, и за рубежом. Примерно такие же истории в Инстаграм, где-то еще, ну, на платформах, которых позволяют ставить музыку, которая не попадает под авторские вот эти все запреты. И получается такая ситуация, что я вижу примерно, я не очень хорошо разбираюсь в оборудовании, но примерно понимаю там из какой-то ценовой категории. Я понимаю, что у человека оборудование очень дорогое, а он ставит просто там какой-то телефон определенной марки, все это снимает, как бы, и превращается все это в гудение, в губнеж какой-то. И я задумался, думаю, наверное, было бы интересно, если бы была передача какая-то без записи. То есть я не диктую, ой, не читаю, как делают большинство людей, там, стримов и так далее, там, мои любимые стримы на джаз.ру, там, Машкова, Кирилла, потрясающего журналиста. Но, чтобы это была живая беседа, но и была, как бы, не МП-тричная запись, а именно виниловая. Ну и технически это реализовалось, оказалось, что это, в принципе, в общем-то, не просто и не так дорого. И я стал делать стримы, там, буквально на 5-й или 6-й, мне написали люди, откуда там, в какого-то сообщества, закрытого, такого, прям, аудиофилов, сказали, что ну, неплохо, 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 да. Да, вроде, ну, если бы иголочку поменять, еще была бы моно, но это все было бы вообще в ушах. А так, в общем-то, ну, я, в первую очередь, сам для себя это сделал, вначале. И когда я слушаю, там, закатываю свои стримы, а я слушаю свои стримы, потому что я забываю, что я сказал полгода назад, а уже полгода прошло. Вот, я слушаю их, и, в принципе, получается не то, что неплохой звук, а очень хороший. Очень хороший, да. Как тебе пришла эта идея? Мне она не пришла идея, естественная идея пришла Юли, и она, как бы, моя супруга, она и настоятельно рекомендовала мне начать так все делать, потому что пластинки мы собираем где-то с 16-го года, и постоянно какие-то появляются штуки настолько интересные, которые разрывают наше клише, которое мы представили, там, просто послушав запись. Там, взяв, там, не гидарный запись, Жуар Жульберто, и не станут вецы, то есть вам кажется, что это совершенство, а люди там всю сессию ругались, и Жуар Жульберто просто, почем зря ругал там стены ГЦ, потому что он и якобы не умеет играть эту музыку, а мы об этом не знали. То есть когда первый раз я слушал эту запись, я думаю, ну это же все, ребята просто спелись однозначно. Оказалось все наоборот. И вот эти вот факты, они начали копиться, и каждый раз мы за обедом садимся, я каждый раз Юле что-то рассказывал, и говорит, чувак, пора. Все, надо. Надо говорить это другим, потому что это, в общем-то, интересно. Это правильно. А ты долго готовишься к каждому эфиру? В зависимости от ситуации. То есть есть эфир, посвященный, допустим, этому музыканту, Биллу Эвансу, допустим, я делал эфир, и я просто окунулся в его жизнь, от службы в армии и до последних дней его жизни. И это было долго, то есть несколько дней. То есть, естественно, я сажусь там, пару часов занимаюсь именно составлением плейлиста, я его слушаю несколько раз, как бы мне было интересно самому послушать музыку, там динамика, композиция и так далее. Потом какую-то информацию распределяю. А если я накапываю что-то новое для себя, и там нужно садиться и делать какой-то художественный перевод, то это, конечно, много времени. Но мне это делать самому очень интересно, потому что я узнаю такие факты, которые я сажусь и думаю, ну как сейчас будет Юлию рассказать, или все-таки подождать утро. Потому что это же так интересно вообще. Ну, в принципе, 4-5 часов и эфир готов. Отлично. А скажи, ты рассматриваешь это как какой-то путь, стать новым Фертагом или новым Кириллом Машковым? Нет, однозначно нет. Потому что, повторюсь, что я с Владимиром Борисовичем знаком очень хорошо, было пару мест совместных проектов, и я видел, как делают это люди, которые занимаются этим больше 30-40 лет. Я не знаю, сколько Владимир Борисович этим занимается. То есть, это уже не талант, это человек настолько накатанный в этой теме, у него настолько все льется. Во-первых, он обладает очень художественной речью, которая у меня абсолютно отсутствует, чтобы превратиться в примерное какое-то подобие Владимира Борисовича, допустим, что мне нравится в его видениях, у него есть небольшие добавления каких-то деталей именно художественных образов, которые он сам для себя в первую очередь рисовал, о музыканте, о котором говорит, проекте, времени, эпохе, его куда угодно позови. Современно это будет джаз, ну, в смысле, какой-то может быть, контемпорали, или это будут представления какого-то оркестра, он его будет, и он через секунду может уговорить, и ты должен все записывать и прям воровать его там вот эти фразы. Нет, это очень сложно. Кирилл Машков вообще, мне кажется, что энциклопедия, и он знает так много, потому что все какие-то беседы, связанные не с jazz.ru, а какими-то другими делами, просто в общении, какие-то темы музыкальные на фейсбуке, я вижу, насколько он в материале. Для этого нужно, мне кажется, примерно 15 как минимум лет заниматься этим, и читать, и все это через себя пропустить, расставить по полочкам, сделать выводы свои, в первую очередь, как, собственно, ты человек, который нравится тебе что-то или нет. Нет, я не смогу этого сделать, мне, может быть, не хватит даже на это время. А если мы вернемся к этому разговору через 15 лет? Попробуем, давай поговорим, звони, я попробую. Просто смотри, я уже регулярно включаю твои эфиры, то есть это стало доброй традицией включить и сразу первым успеть что-то написать. Замечил, спасибо. И я замечаю, как ты быстро растешь. То есть, если первые эфиры иногда были какие-то сложности именно с тем, что ты называешь подачу материала, твой рассказ, то чем дальше, тем это а, интереснее и б, это ближе. То есть, вроде бы, ты рассказываешь довольно-таки сложные порой вещи, но ты делаешь это очень близко людям, которые могут вообще не понимать, что такое джаз. И вот это, мне кажется, твое конкурентное преимущество. Возможно. Потому что, да, в первую очередь, я сказал себе, когда я эту передачу сделал, и оказался такой вот отвлек, я вообще не ожидал, что там, по-моему, 10 тысяч просмотров на сложнейшем эфире джазовые дуэты. Что такое джазовые дуэты? Как вообще слушать человека, который не знаком с джазом, Билла Эванса и Джима Холла. То есть, люди, которые записали два альбома просто с первого тейка. Музыка, которая, ну, полностью это должен быть вовлечен в него. Ты не сможешь там мыть посуду, или что ты, когда ты слушаешь конкретно эти пластинки. Думаю, что нужно подготовить человека? Нужно им объяснить, что вот это писалось там с пятого дубля, здесь люди выбирали, а здесь люди пришли, познакомились, грубо говоря, выбрали песни, и все это произошло. То есть, вот в этом и есть отличие этой музыки от другой совершенно. Если ты готов к этому, тебе презентовали что-то, у тебя внутри уже напряжение определенное, но ненадолго, потому что все-таки ты нужно постоянно подпитывать. Это, конечно, и хорошо, с одной стороны, что так происходит. Ну, мы же знаем все правила вот этих все СММ, как бы, людей, что то ли теряется внимание сейчас у современного человека, то ли он совсем обленился, что нужно ему постоянно напоминать, как бы, так его подталкивать. Концерт, джазовый концерт, будем играть, и это будем, а, да, 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 я совсем забыл, в этой жизни он как-то там плутает и пытается не заблудиться, а мы ему постоянно напоминаем. Ну, это и хорошо, и плохо, но это, как бы, часть сегодняшнего времени, часть нашей жизни. Раз уж ты сам перешел к СММ, давай поговорим про СММ. Ты сейчас, ты уже много лет музыкальный редактор кофейного домика, ты занимаешься в том числе СММ для группы кофейного домика, около того, и ты еще ведешь группу, которая посвящена джазовой гитаре. отлично, и там все хорошо, активно. Ну, как сказать, активно, я пришел в эту группу как приглашенный редактор, мне сказали, слушай, я просто делал посты, мне понравилась пластинка, я послушал там раз пять, и я заметил в ней какие-то интересные детали, которых нет у других музыкантов, допустим, я начал там каких-то музыкантов 70-х годов, я сразу делаю пост, кто-то это заметил, слушай, тебе нравится, давай нашу группу, станешь администратором, и в итоге получилось так, что я там остался один, то есть я постоянно поддерживал эту группу, и в этой группе появились люди, которые, в общем-то, слушают эту музыку, ее любят, гитарную, мейнстрим гитарный, и там нет необходимости постоянно что-то добавлять, потому что, скажем так, пулеметить вообще контентом в этой группе не нужно, то есть она очень спокойна, когда появляется очень интересный пост, о чем-либо, я пишу какую-то статью или какой-то интересный альбом, люди сразу очень быстро реагируют, то есть для этого не нужно, эта группа, скорее всего, такая узкая и спокойная, без огромного количества контента, а в кофейный домик это необходимая ситуация, потому что есть люди, которые вообще не смотрят анонсы в интернете, вообще, то есть они приходят в кофейный домик и смотрят, кто будет выступать на следующей неделе, есть люди, которые только смотрят Инстаграм, есть люди, которые только смотрят ВКонтакте новости, они к чему-то привыкли, и надо стараться, и на всех платформах это все поддерживать, это сложно, потому что для этого, сам ты знаешь, нужно огромное количество времени, и это должна быть уже система, то есть как работа, ты знаешь, что тебе нужно до 14 часов вторника, повесить все анонсы, все сделать, если ты не успеваешь, и начинаются какие-то все это ком, поэтому это необходимая вещь, и без этого мы сейчас не можем жить вообще никак. Конечно, давай перейдем к кофейному домику, уже 6 лет, 6 лет джазовые вечера в кофейном домике, как один день все пролетело, скажи, какие сложности, какие сложности в плане публики? Ну, Дима сложный вопрос ты задал. Ну, извини. В плане публики я пришел к тому, что конкретно в Петербурге, конкретно в нашем месте, да и вообще в России, мы люди, которые занимаются, скажем так, афишей и вообще вот такими заведениями, мы ничего сделать не сможем. Вот сейчас. Депрессивно, минорно, но, к сожалению, я пришел к этому выводу однозначно, потому что наших, это даже не капля, это, я не знаю, как это назвать, это легкий, роса легкая такая, которая, ну, никак не оросит абсолютно засохшие души россиян, потому что тот поток ада, который льется на них, в СМИ, на которые дают огромные деньги, мы не конкурентно способны с ним, поэтому здесь, пока не начнется какое-то извне давление на людей, на зрителей, на публику, когда не начнется, пока не начнется в школе, в школе именно воспитание музыкального вкуса человека, мы, к нам не придет человек, который хочет что-то выбрать, потому что к нам приходят люди, которые, в принципе, немножко любят эту музыку, а их так мало, и они тоже делятся на определенные категории, те, которые воспринимают все интуитивно, это по настроению, это вот как твой пост о барабанах, то есть, как бы, в какой-то момент, когда хороший барабанщик играет яркое соло, и еще постучит по хэту, то есть, люди там, саму суть, как бы, импровизации, и они, ну, не хватает, потому что для этого нужно еще больше времени в жизни потратить, а у них нет этого времени, но если бы это было со школы, они уже в какой-то период времени понимали, что есть там поп-музыка, рок-музыка, джазовая, и над всем этим стоит там классическая музыка, они бы уже определялись, и хоть как-то понимали ориентацию, и понимали, что им нужно, и где есть, что хотя бы искать, и в этот момент появляются люди, которые ставят, делают клубы, которые делают вечера, которые делают программы джаз на виниле, они в этом уже, а если этого не будет на телевидении, и в других вот областях, мы ничего не сможем сделать, это будет такая же узкая, очень узкая по сравнению с Европой, с Америкой прослойка людей, которым не надо говорить о том, что будет концерт, не надо ничего рекламировать, им не нужно ничего рассказывать, они сами будут следить, им не нужен поток информации, потому что они сами голодают, им нужно будет приходить на концерты, потому что они не любят только джазовую музыку, а остальное сообщество мы не сможем разбудить, потому что это, на мой взгляд, невозможно, каким бы то ни пользовался вариантами, и так далее, в единичных случаях, у какого-то артиста это возможно, но опять же, возможно только Москва, у нас это очень сложно. Депрессивненько. Я честно сказал, да, видишь, в зале меня поддерживают. Да, 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 но я тут тебя всё-таки попробую чуть-чуть увести в сторону, давай, и попробуем, вот мы с тобой во многих вещах точно не согласимся, но я знаю, что ты человек, который адекватно отнесётся к другой точке зрения, и я всегда восприму твоё. У меня есть некий вопрос на тему вообще джазовых музыкантов. Смотри, есть такая штука SMM, что такое SMM? Люди рассказывают с помощью соцсетей о себе, и в последнее время я очень часто вижу от многих джазовых музыкантов в постах одно и то же слово, это слово замесить. То есть практически всегда я вижу, мы играем в таком-то клубе, будет дикий замес, или мы замесим там-то, приходите, начало вас только-то. И я прихожу на концерт, зачастую бывает, что я, джазовый музыкант, могу выдержать два трека, и я хочу валить, потому что на меня вываливается какой-то замес, и я смотрю, мне жалко людей в зале, и я ухожу, потому что мне тяжело. Как им? И тут мой вопрос следующий. Не отталкивают ли музыканты слушатели от себя? Так, давай сразу скажем, петербургские музыканты или другие? Вообще многие. Вот первый... Давай так, я такого никогда не видел слова замес от, например, екатеринбургских музыкантов. А они приезжают, и они играют совсем другую музыку, чем и петербургские москвичи. Ну, сложный вопрос, Дима. Сразу не отвечу. Я, во-первых, с тобой согласен. В чем? В том, что люди, которые готовят программы, даже в том самом домике, они не думают о людях, которые в зале. То есть, я понимаю, когда я только начинал этим заниматься, допустим, у меня не было такого контакта, я не всех послушал, в городе, кто выступал, и певиц, и инструменталистов. У меня было ощущение такое, что, наверное, ребята играют так хорошо, что вот они нам не нужно. Пусть сами тренируются, готовятся, слушают, не нравится, до свидания, как бы. Но, если брать историю, которую я уже немножко стал знакомиться, ближе, лайфы и так далее, плейлисты музыкантов, которые играли в 60-е годы и в 50-е, уже тогда они заботились о том, чтобы человек не терял какое-то внимание и так далее. Если мы не берем уже исключительные записи, типа, Sunday in Village Vanguard, где было очень много соло, контрабаса и вообще такие пьесы совершенно, там уже люди сделали именно все для себя, для музыкантов. Но, на мой взгляд, как бы, в первую очередь, пока ты не достиг уровня, когда все, что ты делаешь, воспринимается на ура, это как любой альбом, там, звезд джаза, там, Пэт Мэттени что-то выпустит, у него же столько было экспериментов, он играл на куче инструментов, он играл просто на гитаре соло, и все это воспринималось его поклонниками, потому что он уже на том уровне, в котором он не должен заботиться, нравится кому-то, что он делает, не нравится, понравится мой концерт, не понравится, в любом случае, он уже звезда. Таких музыкантов, ну, не хватит пальцев, наверное, в мире сейчас. А все другие должны заботиться, конечно, однозначно. Понимать, что какой-то должен быть баланс, и готовиться нужно к каждому концерту и понимать, что в домике, когда это происходит, я подхожу, уже, может быть, кто-то обижается, но только внутри, уже в лицо никто не говорит. Я говорю, ну, это же невозможно слушать, парни, то есть, тема, вступление, тема, сакс, фортепьяно, бас, сакс, фортепьяно, бас, четвертая пения, сакс, фортепьяно, бас, ну, дайте хотя бы бас, пусть сыграет, или сыграйте сразу барабаны, там какой, сделайте какой-то, люди же сразу начинают терять внимание, они сразу, у них фокусировка вообще, мы же это слушали, а что было в прошлый раз, им очень сложно, и, ну, это, на мой взгляд, не, скажем так, мало опыта у людей делать программ, мало опыта выступления музыкантов, и мало практики, то есть, они как бы, у них нет обратной связи, но музыкантов же тоже мы не можем полностью в этом обвинить, у них же мало концертов, не можем, у них мало площадок, где концерт, где человек не играет, под еду, где человек пришел и хочет прикоснуться, может быть, к тому, что он не понимает в искусстве, но все-таки прикоснуться к этому, таких площадок сколько, давай перечислим их, где разрешают тебе играть в то, что ты хочешь, это GFC, клуб, наверное, где тебе никто ничего не скажет, как это происходит, хотя у них тоже есть вектор, и он прослеживается, если брать афишу, однозначный вектор, который они не меняют долгий период времени, так же, как и в филармонии джазовой музыки, есть определенный свой вектор и взгляд в одну сторону определенную, и они ее придерживают, у них публика есть в каждом клубе, поэтому музыкантов обвинять в том, что они что-то, может быть, не умеют, тоже неправильно, и там и здесь нужно искать ошибки в любом случае, но я в общей степени с тобой согласен, что, безусловно, это, наверное, музыкантов чуть побольше, нужно им задуматься на эту тему серьезно. Неожиданный ответ. Ну, как бы... Хорошо. Вот тема, которую я хотел с тобой поднять. Ну-ка. Я пришел на медне к формуле абсолютно удачного места джазового. Расскажи. То есть, вот у меня была такая идея, ну, бывает ситуация у человека, когда он внутри себя, естественно, очень глубоко, даже близкий, не знает об этом, сходит с ума. Я вам представляю, что вот я очень стал богатым человеком. В принципе, я не считаю финансовой траты, и один анализ предстоящего моего проекта, если будет стоить 500 тысяч рублей, я буду готов просто проанализировать экономическую выгодность. Я представляю, что я решил сделать джазовый клуб. Какое должно быть место в 21 веке занимать в культуре города, согласно тому, что мы имеем, именно, естественно, в Петербурге. У нас Москва, все, там уже лучший клуб в мире есть. Да, то есть там все есть, и судя по развитию вообще музыкальному этого города, наверное, уже можно говорить даже этой страны отдельно, вот, мы, конечно, очень далеко от них. Вот, Петербург. У нас есть уже исторические места, филармония, можно сказать, уже легендарные, типа даже шляпы, и одни из самых древнейших клубов в городе, как GFC. Древнейших вырежем, может быть. Нет. Знал, что за жестю. Думаю, как должно быть? Должно быть так. 3-5 лет только финансовые потоки, никто не задает вопросов, человек, который занимается афишей программы клуба, ему доверяет человек, который дает деньги. Полностью материальное обеспечение этого клуба, и все. и клуб должен себя через этот период времени зарекомендовать так, что люди, которые хотят послушать хорошую музыку, которая и современная, которая, опять же, для всех, клуб не может быть спрофилирован на современный джаз. И в этом клубе любят все, программа должна быть везде, там 20-20-20 туда, дикселендом, современному джазу, вокальным пластинкам, ой, вокальным пластинкам, вокальному джазу, значит, авангарду, какому-то, какими-то новым экспериментам, ну, и контемпорали, когда смешивают все в одно и так далее, ну, у всех должен быть какой-то процент в клубе. И через несколько лет человек, который финансово, скажем так, обеспечивал этот клуб, приходит и говорит, ну, какие у нас результаты, как бы, и вот это единственный успех. И дальше он, как бы, не навязывает им, то есть, это должно быть, предполагать, что место будет иметь и провалы, потому что люди могут просто перестать ходить в какой-то период времени и останется какая-то... То есть, в принципе, это место должно быть на 100%, я не знаю, на какой период времени, совершенно финансово независимым ни от кого. Но и опять же, должны быть хорошие сейчас, в наше время, когда люди заманиваются хорошим звуком на стримах, хорошим звуком прямых эфиров, не просто там камера стоит и на микрофонах, чтобы это все технически было, как бы, по всему миру разрасталось, и история этого клуба, чтобы, ну, когда снимут границы от этого ковида, к нам приезжали музыканты, они хотели выступить в клубе. Ну, вот как у Козлова сделанных, отличные же прямые, ну, там звук шикарный. Вот это, наверное, был бы, мне кажется, единственный правильный. То есть, в общем-то, это фактически невозможно. Помнишь, это известное видео про совершенного мужчину? Нет. Это я вам советую, посмотрите, это смех. Там женщина рассказывает про совершенного мужчину и в конце говорит, ну, и еще надо, чтобы он умел летать. Ну, вот мой рассказ о клубе, например, вот такой, что никто не спрашивает, сколько ты зарабатываешь, какой у вас доход в баре и так далее. Ну, то есть, это в принципе невозможно. То есть, в любом случае, когда-то начнут спрашивать, когда мы начнем зарабатывать, почему на этих музыкантов, которые замешивают, приходит много ли, они играют песню Шаде и Стинга, а вот на этих, которые играют какую-то авторскую музыку, не пришел никто. Ну, вот такая ситуация. Хорошо. Сейчас будет абсолютно неожиданный вопрос. Давай. Мы с тобой встретились недавно в кофейном домике на квартете Коли Ольшанского. И наш разговор тут же ушел в очень странную сторону. Я подумал, вот об этом я с Сашей поговорил. Когда ты начал с того, что вот я начал смотреть интервью известного блогера у одного известного артиста. Давай поговорим с тобой, что тебя так зацепило в Моргенштерне? Зацепило, скажем так, я не знаю, как сказать тебе. Зацепило меня, наверное, зацепил у меня ржавый гвоздик в том днище, в которое мы провалились вообще. То есть я на нем задержался и сейчас все равно я. Потому что признаться на всю страну, что ты берешь деньги из людей, выступая под плюс, под полный, как бы ты, ну не то что делаешь просто, все бездуховно вообще. Вообще все, что связано с музыкой, с получением какой-то энергии совершенно пустым. То есть ты признаешься в том, что ты всю идею музыкальную превратил в ничто. То есть мы и на это ходят молодежь, которая увлечена этим огромным количеством людей. Потому что это, как я узнал, самый популярный артист сейчас у нас в стране. Второй момент, естественно, от человека, который, на мой взгляд, ему стыдно, нужно просто быть, скажем так, не то, что стыдно, сейчас я сформулирую, ему нужно понимать, что когда он что-то говорит просто, помимо своей музыки, я не буду оскорблять музыку, ее любят очень многие, наверное, там и так далее, что это ужасно. То есть ты даже не умеешь разговаривать к своему, скажем так, к своему звездному статусу, этому нужно хотя бы научиться, или просто, ну я не знаю даже, все, Дима, все вообще, вся абсурдность ситуации, что происходит, в том, что происходит. То есть ты, ты досмотрел до конца? Нет, прости. Все, я тоже еле победил. А ты не вынес никакого положительного момента в этом? Или, условно говоря, а вот тут он прав, и в этом что-то есть? А зачем это надо? Зачем заморачиваться? Звук будет не такой мощный? я не про это именно. То есть, там же в интервью было много других моментов. Слушай, ну значит, нужно мне досмотреть его как-то. Я не знаю, как добраться силами, чтобы это посмотреть. Я не могу, если говорить о журналисте, я не могу смотреть эти передачи, потому что я, ну я не понимаю, что происходит в мире, почему люди сейчас разговаривают матом. То есть я не могу это понять. да. То есть, почему мне заставляют, то же самое, что я пришел на джазовый концерт, да, допустим, и перед джазовым концертом сыграл, там, я не знаю, там, хороший такой вот, ну живой шансончик. Ну и это бонус же у нас в клубе. И вот послушать это, ну, почему я должен, может быть, хорошим интервью, мне вообще этот человек как эта личность непонятна, как бы. Как можно приходить к человеку, который, я помню, посмотрел первое интервью, я думаю, Познер, человек, который сделал там тысячи интервью и с довольно серьезными людьми, и были сложные у него и ситуации в интервью, прям онлайн. Вот, я небольшой поклонник Познера, как за его некоторые политические векторы и так далее. Но факт остается фактом. И ты приходишь к нему, ну, не знаю, как ты бы приехал к Крону Картеру на интервью и сказал, вам не кажется, у вас сейчас время хромает. то есть, как бы, понимаешь, то есть, мне кажется, это был абсурд. Я остановил, интервью перемотал, может, мне показалось что-то, и он сразу начал интервью с каких-то, ну, абсолютно, как говорил Фоменко, ниже пояса вопросов. Это что такое? Что происходит? Ты этим действительно, ты, как личность, этим заинтересован, ты же проявляешь в интервью свои личные вопросы, ты же показываешь себя как художник, если ты берешь интервью, все-таки это творчество, потому что ты именно хочешь открыть человека с той стороны, который другие не могут этого сделать. Неужели тебя эта тема реально волнует? Ну, заработки, ладно, это его был конек, как бы, по поводу, там, заработок, заработок, там, артистов, там, каких-то музыкантов. Я могу это проглотить, потому что сейчас деньги, доминируют, как бы, все, с ними не поспоришь, это все, но, зачем эти темы? Я даже не знаю, пусть вырезает их, чтобы, здесь вот я разговариваю про там, ниже плинтус, да, я перемотаю этот момент, что я не смогу, но это, и все, остальное все уже испорчено, и тогда, ну, и русский язык тоже вначале, ну, я рад, что он признался, там, в каких-то моментах, там, что, что он что-то не умеет, но, это то, что он сейчас в топе, это, повторюсь, хорошо, давай вернемся к Моргенштерну, извини, я все-таки хочу добить, мне было безумно тяжело это смотреть, очень, тоже я тебя здесь поддерживал, но, я, например, стараюсь отделять то, как человек выглядит и себя позиционирует от его реальных действий, то есть, для меня, вот, был тот момент, когда я вижу, что, ага, это на самом-то деле его образ, а он очень умный, очень сильный бизнесмен и очень понимающий, что делать, чтобы попасть в тренды, это все там неприятные сейчас слова, да, и все это обличено в такой образ, такого раздолбая в татуировках, который поет матерные песни, да, наплевать, но, что я вынес из себя условно положительное, он сказал одну важную вещь, что людям не очень нужно в музыке, это грустно, но, тем не менее, не очень нужно сейчас вглядываться в смыслы и слышать смыслы, им нужна музыка для тела, и тогда они, может быть, начнут и вглядываться и в смыслы, то есть, он, в первую очередь, создает музыку, под которую люди будут, да, колбаситься, а потом, если они мне что-то услышат, окей, услышат что-то в его словах, не услышат, да, наплевать, да, они все равно будут покупать его, условно говоря, альбомы, слушать на стримах и все такое, и второе, то, что он всегда думает о публике, но он думает, конечно, немножко по-своему, да, но всегда он заряжен на какой-то, на какую-то обратную связь, вот эти два момента для меня, безусловно, важны, и я, например, понимаю, что нам в нашей музыке, да, давай вернемся, довольно-то тяжело это делать, нам сложно публику эпатировать, в отличие от того, как это делали, например, Чарли Паркер или Макс Дэвис в свое время, согласись, это были суперэпатажные персоны, сверх, вот сейчас, Смайл Штерн, да, Смайл Штерн, извини, соглашусь, сейчас, Морген Штерн, ты понимаешь, что он на самом-то деле такой же, он такой же, но в современном, в современном мире, и в этом как бы нет ничего, да, он занимается другой музыкой, да, он не знает, что такое тритоновая замена, да, он не может отреагировать на какой-нибудь страшный аккорд, взятый Хербер-Хенкоком, и тут же его на трубе обыграть, но, по сути-то, он именно для своей популярности делает все то же самое. Ну, Дим, смотри, мы начали с тобой изначально, сейчас можно вернуться в начало, мы начали сравнивать человека, да, человека, который занимается шоу-бизнесом. Первое, что, это утопия, потому что мы все-таки, я считаю, я надеюсь, глубоко все, даже те, кто музыканты, которые играют в стандарты, которые кто-то даже называет сейчас с каверами или авторскую музыку, все-таки мы занимаемся искусством, а этот человек занимается шоу-бизнесом. Да. Каким образом можно сравнивать, допустим, человека, который занимается социальными проектами, бизнесмена, то есть у всех, у всех итоговая цель совсем разная, то есть ты как бы, изначально понимаешь, что ты занимаешься изначально, когда ты первый раз сел за ноты, или у тебя родилась какая-то мелодия, ты изначально уже знал, независимо от времени, можешь ты патировать, не можешь, что ты занимаешься очень узкой штучкой в жизни, изначально, и все люди это знают, они не глупы же, когда приходят к тому, что сочиняют музыку, первый момент. Второй момент, что безусловно всем хочется есть, и мы ничего с этим не сможем сделать, это природа, и все хотят зарабатывать, и все хотят немножко большей популярности и в своей музыке, но в данном случае этот пример очень сложен, то есть мы можем с тобой как бы, я скажу, давай подождем, Дима, то есть был период времени в 90-х, мы сейчас вспоминаем 90-е годы, я вот родился там в 76-м, я жил в это время, и сейчас мы над всем, что там было, что связано было с шоу-бизнесом, смеемся, что там было, на самом деле, но это не то, что черная страничка, гнилая страничка истории, может быть, музыки нашей страны, а какие-то другие периоды времени, мы можем вспоминать и в классической музыке и возвращаться к ним, они остались в истории, на мой взгляд, самый главный критик, самое главное обстоятельство, самое главное, которое оставляет и делает оценку, это время, что будет через 10 лет с этим человеком, с его, ну как ты говоришь, и как другие говорят, музыкой, с его концертами, будут люди смотреть его лайфы, или вспоминать, как они там, как там слэм называется, или как у них там новое слово, какое-то там, я уже даже не разбираюсь, у нас там на рок-концертах был какой-то там, да, я помню, в юношестве, будет ли это происходить? Если это не будет происходить, значит, это фастфуд, на который ориентироваться, я даже не хочу, и даже смотреть его не хочу, потому что фастфуд, это плохо, вот такой будет мой, как бы, ответ. Сильно. Давайте я скажу пару слов. Дорогие друзья, дорогие зрители канала Сектор Джаза, можно по скриптовым пустить, с черно-белым такой фоном, хочу вас поблагодарить за то, что вы смотрите этот канал и поддерживаете. Я всегда слежу за новостями Дмитрия, ему хочу сказать спасибо, потому что все джазовое сообщество, я от него выступлю сегодня, разделилось на две категории, те, которые люди очень поддерживают, им очень нравится идея, а самое главное, из них очень большой процент вдохновлен тем, что делает Дмитрий, и они хотят сделать то же самое, и в плане сочинения музыки, и в плане презентации своих каких-то мыслей и работ, и вторая категория, которая это критикует. Критикует, потому что они не могут этого делать, но очень хотят. Дима, спасибо тебе большое. На шару. Закончили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова